Всем привет ещё раз. В общем, что я вам хочу сказать. Вот я убралась в квартире. Пол чистый. На балконе чисто. Пол чистый на балконе. В комнате чисто. Здесь осталось, в принципе... В комнате осталось только пыль протереть в полок. Так. В коридоре чисто. На кухне чисто. Скатерть что-то неровно висит. На этом можно поправить. Вот они мои цветочки. Гиацинты. Так, воду надо поменять. Так, тюльпанчики мои. Живые, ещё живые. Элстома. Да, мне тоже показалось на фоне улицы, снега, цветы смотрятся шикарно. Да, там такие. Эти вот белые с фиолетовым. Гиацинты красивые, такие нежненькие. Надо только водичку поменять. Сейчас я уборку доделаю и поменяю. Так, ну что. Тут я убрала, пол чистый. Мусор вынесла, вон пол блестит прям. Сейчас я... Мне осталось только сантехнику почистить. Вот в ванной и в туалете. И зеркало помыть. А ещё я вымыла коридор. Сейчас я вам покажу. Видите, здесь как чисто. О, лугры. Я только что здесь мыла. Здесь всё мыла. И даже на лестнице, можно сказать, до чердака-то сам. Вот здесь. Здесь всё мыла. Здесь. В общем, у меня здесь чистота и порядок. Ну, коридор. В коридоре окно выходит. Ну, так же, как у меня. Такой же вид-то закрыл. В общем, коридор я вымыла. Здесь, видимо, кто-то мыл. То ли в пятницу, в субботу, то ли сегодня. Потому что вода была чистая. Ну, как-то чистенькая здесь. Так, чтобы порядок. В общем, везде порядок у меня. Осталось только сейчас пыль протереть с полок. Сантехнику почистить. И потом я буду варить гороховый суп. Так. Немножко расстроилась, что с утра трансляция не получилась. Почему-то не было интернета. Я даже не знаю, что произошло. В общем-то. Но, видимо, отключали интернет. Потому что, когда я попыталась выйти в трансляцию, там появилась такая надпись, что идёт восстановление связи. Я вышла, вроде картинка появилась. Звука не было. Я потом кое-как удалила из интернета эти заставки. Вот сейчас мучилась, мучилась. Одну удалила заставку, что идёт трансляция. Потом, бац, ещё одна появилась. Опять удалила. У меня тут такой ангелочек красивый на холодильнике. Это город Павловск. Когда мы ездили, там под Питером есть город Павловск. И там есть Павловский дворец. И вот в этом дворце в Павловском Питере висит вот такая вот картина. Вот тоже Павловск. Вот он дворец, кстати, Павловский. Да, Гатчина. А нет, это Гатчина. А это Павловск. В Павловске во дворце висит картина. Как-то она называется Амур. Какой-то Амур. В чём прикол этой картины? Что с какой стороны не смотришь, Амур целится в тебя. Вот смотришь с левой стороны в тебя прямо, и он в тебя целится. Смотришь справа, он в правую сторону целится. Как вот это нарисовано, непонятно. Но этот Амур целится в тебя всегда. Да, эта картина вот висит в Павловском дворце в Питере. Ну, тут ещё много всяких я уже показывала, рассказывала. Ну, в общем, так. Ну, немножко подпортила мне настроение вот эта трансляция, то, что она не пошла у меня с утра. Ну, ничего, постепенно. Ну, не получилось, бывает. Ладно, может быть, действительно что-то с интернетом было, связь прервалась. Может быть, где-то что-то с интернетом было. Долго не было интернета. Вот я вот где-то в 12 пыталась. И вот только сейчас, вот в 3 часа, буквально вот полчаса назад появился интернет. То есть часа 3 не было интернета. Я за это время вот в квартире убралась. Бельё у меня стирается. Посуду помыла. Вот у меня там всё чистенько, всё убрано. Вот. Всё чисто, всё убрано. Сейчас вот я протру пыль в комнате, со шкафов. Смахну там со стенки пыль. Почищу сантехнику. И потом уже буду суп гороховый варить. Включу тут себе телевизор. Чайку, может быть, попью. И буду суп варить. Потом, короче, супчик сварится. И где-то постараюсь в 6 часов выйти в трансляцию. Хотя бы на полчасика. Вот. Ну, всё-таки хотелось бы выйти. Ну, суп гороховый, не знаю. Буду я снимать, не буду. Чё там снимать, я его часто готовлю. Как буду готовить? Наверное, это не буду снимать. Потому что, ну, во-первых, я варю как бы вегетарианский суп гороховый. Ну, без мяса. Ну, что там такого? Горох сварится. Ну, сколько горох варится? Минут 40, ну, час максимум. Ну, поставлю горох. Через полчаса запущу картошку, морковку, лук обжарю. Зажарку сделаю. Ну, и что? Ну, без мяса, без ничего. Если с мясом. Ну, как-то, вот, ни разу не готовила. Как-то готовят гороховый суп, говорят, вкусный получается, с копчёностями. Как-то там копчёные рёбрышки добавляют. В принципе, можно копчёные колбасы покрошить. Но это не то уже будет. Ни разу не готовила с копчёностями. Надо где-то в интернете рецепт посмотреть. Потом кончится пост. Я попробую приготовить гороховый суп. Ой, выложила там видео. Ну, кофточка красивая. Ну, как всегда, меня там по-всякому... Даже не знаю, как назвать. Обложили, не обложили. Может, ещё как-то. В общем, сказали, что... В общем, живот у меня там большой торчит. Ну, если боком встать, то да, немножко живот выпирает. Если прямо стоять, то нормально. Ну, в общем, да, я согласна с вами. Надо... Ну, худеть надо. Тут даже и пост не поможет. Диета не поможет. Тут надо как бы переходить на правильное питание и постоянно его придерживаться. Ну, то есть тут кардинальные меры нужны. Вот в прошлом году мне в январе удалось похудеть. На 10 килограмм. Ну, так резко не надо, конечно. Но те же 10 килограмм, ну, в течение года можно скинуть. И будет нормально. То есть даже если по килограммчику в месяц, килограмм-полтора в месяц, было бы неплохо. Но я хочу к июню похудеть за 3 месяца, к лету. Ну, хотя бы по 3,5 килограмма. Хотя бы по 3 в месяц. Я попробую. Не знаю, что получится. Ну, сегодня я, конечно, немножко нарушила. Первый же день. Но я не могу сказать, что мы прям строгий пост соблюдаем. Мы же уж не такие прям верующие. Ну, просто я даже не могу сказать, что мы прям так строго поста придерживаемся. Просто когда во время поста, когда идёт пост, мы не едим мясо. Вот такой у нас. У нас такой пост. Мы просто не едим мясо. 40 дней. Отказываемся от мяса. Если кто-то там какой-то другой пост соблюдает, строгий, ради бога. Если человек чем-то занят, куда-то ходит на работу, то тут уже сложно пост соблюдать. Тем более, если человек болеет там чем-то. Ну, там же есть какие-то послабления для больных, для работающих. Пост строгий, он не всем нужен. У нас вот такой пост. Мы просто не едим мясо. Я даже не могу это постом назвать. Но просто вот во время поста мы вот не едим мясо. Мы таким образом пост соблюдаем. Если вы хотите строгий пост держать, ради бога. У меня, у нас вот такой пост. Мне, в принципе, нельзя мясом злоупотреблять. И хотя бы вот два раза в год по 40 дней я отказываюсь от мяса. Хотя бы так. А вообще, конечно, надо переходить на правильное питание и его придерживаться. Так, ладно, всем пока.